Всем привет! Меня зовут Оля. Сегодня я делюсь с вами рецептом английского кекса. Его особенность это потрясающий рождественский аромат и большое количество сухофруктов. Такой кекс становится вкуснее на второй или третий день после приготовления, что очень удобно и кекс можно испечь заранее. Рецепт простой, на скорую руку. Ингредиенты, которые нам понадобятся. 100 граммов сливочного масла, я брала жирностью 82%, 250 граммов просеянной муки, 2 небольших яйца категории С1, 150 граммов сахара, 125 мл сливок для взбивания жирностью 33-35% или сметаны жирностью 25%, 2 чайные ложки разрыхлителя без горки, 8 граммов ванильного сахара, у меня с натуральной ванилью, щепотка соли, 150 граммов светлого изюма, 150 граммов темного изюма, 50 граммов засахаренной вишни, 50 граммов цукатов и лимон. В тесто понадобится цедра лимона. Очень важно, как и для любого другого кекса, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Сливочное масло, яйца и сливки нужно заранее достать из холодильника. Духовку разогреваем до 170 градусов. Мягкое сливочное масло взбиваю до пышности, 3-5 минут. Должна получиться светлая кремовая масса. Продолжая взбивать, понемногу добавляю сахар. Ванильный сахар. Соль. Натираю цедру лимона, можно цедру апельсина. В кексовое тесто ароматизаторы всегда лучше добавлять в масло, тогда ароматы лучше раскрываются во время выпечки. В миску разбиваю яйца. Перемешиваю вилкой. Продолжая взбивать, понемногу вливаю в масляную массу. Хорошо взбивая каждый раз. Муку смешиваю с разрыхлителем. Теперь по очереди добавляю в тесто мучную смесь и вливаю сливки. Начинать и заканчивать нужно сухими ингредиентами. Аккуратно перемешиваю лопаткой. Теперь сухофрукты. Их нужно предварительно промыть теплой водой и просушить. Если изюм слишком сухой, можно запарить его кипятком на несколько минут. Получается густое тесто, где очень много сухофруктов. Перекладываю его в форму. Моя форма размером 30 на 11 сантиметров. Застелила ее дополнительно пергаментной бумагой, чтобы легче было извлечь из нее кекс. Разравниваю. При 170 градусах выпекаю кекс примерно 1 час и 10-20 минут. Если сверху будет сильно румянится, можно прикрыть фольгой. Готовность проверяю зубочисткой. На 10 минут оставляю кекс в форме. Теперь переношу на решетку и оставляю полностью остыть. Разрезать лучше всего на следующий день. Перед подачей можно притрусить сахарной пудрой. Хрустящий снаружи, мягкий, сливочный, в меру влажный, фруктовый внутри. Прекрасно ощущается вкус сухофруктов и вкус праздника. Приготовьте такой кекс, порадуйте себя и своих близких. Друзья, на этом все. Удачной вам выпечки. Спасибо за лайки, комментарии. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok